здравствуйте с вами технический обзор от лаборатории астроскоп и я руслан зоркий сегодня мы представляем пожалуй самый маленький зеркальный телескоп на монтировке добсона знакомьтесь разработка американской компании carson модель sky seeker jc200 что же покажет эта малютка с диаметром 76 миллиметров и фокусным расстоянием 300 миллиметров или это просто красивая игрушка давайте проверим вместе телескоп действительно миниатюрный диаметр подставки 20 сантиметров максимальная высота 38 сантиметров вес всего полтора килограмма и он уже готов к наблюдениям именно так мы его достали из подарочной коробки кроме телескопа в упаковке мы нашли инструкцию на английском и русском языке мягкую салфетку для оптики и два белых тубуса с окулярами 20 миллиметров и 8 миллиметров окуляры весьма неплохие как для бюджетных корпус хотя и пластиковый но матовые линзы не просветлены но относительно крупные металлические юбки внутри имеют резьбу явно больше чем у светофильтров для чего расскажем позже труба телескопа металлическая с хорошей лакированной покраской по концам она укреплена двумя литыми пластиковыми фланцами задний фланец служит оправой главного зеркала он цельный и винтов юстировки не имеет передний фланец отлит вместе с креплением диагонального зеркала три растяжки паука толщиной 2 миллиметра надежно удерживают центральный стакан четырьмя винтами юстировки диагональное зеркало вклеена на пластиковую оправу она довольно крупное и не обрезает апертуру так что мы имеем честные 76 миллиметров светового диаметра в глубине хорошо черненной матовой трубы расположена главная сферическое зеркало оно тоже приклеено на задний фланец и к сожалению центральной метки не имеет фокусер с посадкой один четвертью дюйма пластиковый но очень оригинальный он винтовой а точнее геликоидный при вращении наружного кольца внутренняя втулка перемещается вверх-вниз при этом сама она не вращается оригинальное и крепление окуляров помните крупную резьбу в окулярных юбках именно по этой резьбе комплектные окуляры накручиваются на внутреннюю втулку фокусера такое крепление и механизм фокусера обеспечивает надежное соосное удержание окуляра а также плавное и точное наведение на резкость это выгодно отличает этот механизм от бюджетных реечных фокусеров однако в этом есть и минус не комплект окуляры закрепить в фокусюре не удастся их можно установить можно сфокусировать но придется постоянно придерживать рукой либо поменять посадочные юбки на комплектные телескоп установлен на одноперьевой монтировки добсона из ламинированного дсп труба крепится через пластиковый стакан винтом м8 с рукояткой звездочкой винт служит горизонтальной осью а рукоятка регулирует усилие вращения вертикальной осью также служит винт м8 скрытый под крупной круглой головкой верхняя плита монтировки вращается вокруг этого винта относительно нижней плиты на трех второпластных прокладках благодаря хорошо продуманной сбалансированной конструкции вращение телескопа по обеим осям мягкое и плавное вибрации практически нет в том числе и при фокусировке хотя телескоп и не рассчитан для земных наблюдений мы проверили его при дневном свете окуляр 20 миллиметров увеличение 15 крат показал весьма качественную картинку в окуляр 8 миллиметров увеличение 37 с половиной крат обзор небольшой имеются искажения по полю но изображение весьма яркое и контрастные хроматизма нет вечером в окуляр 20 миллиметров мы без труда нашли знаменитую туманность андромеды галактика выглядела не хуже чем в хороший астрономический бинокль спирали конечно не видно но центральная часть различимо уверенно не менее известное рассеянное скопление плеяды в тот же окуляр помещается полностью отлично видно не только семь сестер но еще десятки менее ярких звезд скопления следующим объектом дальнего космоса стала большая туманность ориона каких-либо цветовых оттенков заметно не было но колыбель рождающихся звезд смотрелось завораживающе еще одно крупное но менее известное рассеянное скопление м44 или ясли или улей в созвездии рака характерные очертания этой звездной семьи понравится даже не искушенному наблюдателю луна в комплектный окуляр 8 миллиметров конечно имеет не очень большой размер но рассмотреть десятки подробностей на поверхности нашего спутника вполне возможно по юпитеру мы применили придерживая рукой некомплектный 5 миллиметров окуляр на увеличении 60 крат заметен и небольшой диск с экваториальными полосами и галилеевы спутники что же подведем итог телескоп нас порадовал несмотря на небольшой диаметр и маленький размер он имеет неплохую картинку и хорошую механику он показал себя лучше чем большинство 60 и даже 70 миллиметровых рефракторов из отрицательных моментов следует отметить перевернутую картинку и сложности с дополнительной комплектации и так сегодняшний вывод лаборатории астроскоп мы можем рекомендовать carson skyseeker jc200 не только в качестве оригинального подарка или красивого украшения интерьера но и в качестве неплохой замены астрономического бинокля для наблюдений различных объектов на малых увеличениях с вами был технический обзор от лаборатории астроскоп до скорой встречи в нашем магазине